Вести Ульяновск на телеканале Россия. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. От качества воды зависит качество жизни человека. До этого была ужасная, ржавая, грязная, с большим осадком. Невозможно руки помыть, точно было невозможно. Гульнара Шарипова расскажет о том, как в регионе реализуется федеральный проект «Чистая вода». Пресечено около 1500 нарушений закона. Мы отправляли предложения к правительству, то есть реагировали очень быстро, моментально на все запросы, которые поступают. Алексей Русских обсудил с уполномоченной по защите прав предпринимателей самые частые проблемы, возникающие у местных бизнесменов. Чтобы доверять сердцу, надо его проверять. Мы можем здесь выполнять как диагностику коронарных артерий, так и лечение непосредственно. Эдуард Истомин выяснил, кому показано проходить коронографию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свыше 150 километров водопроводных сетей заменят в регионе в этом году. Это своеобразный рекорд. Такую масштабную реконструкцию инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение еще не знала. Большой фронт работ разворачивается в Чердоклинском районе. В апреле здесь приступили к реализации третьего этапа федерального проекта «Чистая вода». Четыре экскаватора и малыш Боб Кэт на границе поселка Октябрьский и Мирный с 1 апреля прокладывают траншею для труб высокого давления. Водобод диаметром 315 миллиметров варит тут же день до 15-метровых труб. Процесс у нас весь полностью автоматизированный. Человеческий фактор здесь сведен к минимуму. То есть все параметры задаются в аппарате. Степень нагрева, степень сжатия трубы. К началу мая эти трубы парой лягут в траншеи по направлению поселка Мирный. Так стартует третий этап федерального проекта. В первый увеличена сила Архангельского водозабора. Пробурены четыре дополнительные скважины. Поселок Октябрьский в проекте с прошлого года. С осени чистая вода во всем жилом фонде, сельскохозяйственной академии, студенческом кампусе, местном детском саду и школе. Всего с ржавой воды на чистую перешли 6,5 тысяч человек. До этого была ужасная, ржавая, грязная, с большим осадком. Руки помыть точно было невозможно даже. Не говоря о том, чтобы помыть посуду и постирать. Очень большие проблемы были со средствами, бытовыми приборами. Потому что они, конечно, выходили из строя очень быстро, загрязнялись. И отмыть их было невозможно. Новая ветка избавит от схожих проблем и жителей районного центра и поселка Мирный. 24 километра водовода пустят под землей в ближайшие два года. За счет федеральных средств, а это свыше 151 миллиона денежных средств, мы продолжили. И вот этот третий этап, он включает в себя обеспечение чистой водой поселка Мирный и нашего любимого районного центра Чердаклы. Уже в 2024 году все жители и Мирного, и районного поселка Чердаклы получат чистую, качественную воду, которая будет отвечать всем параметрам. Открыть доступ к качественным ресурсам 97% населения до конца следующего года – главная цель федерального проекта. Благодаря ему артизианская вода появится в кранах 25 тысяч жителей трех населенных пунктов Кулиановской области. Гульнара Шарипова, Александр Рассохин, Вести Ульяновск. Защиту прав и законных интересов предпринимателей в их отношениях с органами власти глава региона Алексей Русских обсудил с уполномоченной по защите прав предпринимателей Ульяновской области Екатериной Толчиной. В ходе встречи говорили об итогах работы за 2022 год. Екатерина Толчина сообщила, что за прошлый год зафиксировано более трех тысяч обращений представителей бизнеса. По большей части удалось восстановить нарушенные права и интересы предпринимателей. Взаимодействовали со всеми органами развития нашими региональными, направляли предложения к правительству, то есть реагировали очень быстро, моментально на все запросы, которые поступают. Так, органами прокуратуры пресчено около полутора тысяч нарушений закона, внесено более 500 представлений к дисциплинарной ответственности, привлечены 397 должностных лиц. В результате восстановлены права 211 хозяйствующих субъектов. Екатерина Толчина получила благодарность президента за активную работу по обеспечению защиты прав и интересов предпринимателей. Также руководитель регионального объединения общественной организации «Деловая Россия», которой она уже является, продвигает интересы бизнес-сообщества и взаимодействует с органами власти. Объединение помогает создавать механизмы поддержки предпринимателями, способствует привлечению инвестиций. В Ульяновской области продолжается реализация нацпроекта «Здоровье». Чтобы повысить его показатели, пациентам предлагают пройти коронографию. Эта операция поможет вовремя сохранить сердечное здоровье, а еще не доводить дело до аорто-коронарного шунтирования. Об этом в материале Эдуарда Истомина. 15 операций в день. В таком ритме трудятся врачи Ульяновской областной больницы. В проблемный сосуд через лучевую часть руки вводится катетер с контрастным веществом. Благодаря ему доктора определяют величину кровотока. Следим за тем, чтобы у пациентов не было аллергической реакции на данный контракт. А во-вторых, чтобы у них не было патологии почек, для того, чтобы данный контраст вводился из организма человека. Коронарографию проводят на ангиографии. В области их четыре. Два из них в Ульяновской областной больнице, еще один приобрела Новоспасской райбольнице. С помощью ангиографа диагностируют сосуды с низким кровотоком. Мы можем здесь выполнять как диагностику коронарных артерий, так и лечение непосредственно. То есть мы можем делать стентирование. Врачи советуют пройти коронарографию. Первый этап – это поход к кардиологу или терапевту в поликлинику. Выслушав жалобы на боли в сердце, они перенаправят пациента на врачебную комиссию. Туда надо явиться с созданными анализами. Курение, соответственно, алкоголь – это то, от чего пациенты должны точно отказаться. Ну и дополнительно, конечно же, это диета, исключение жирной пищи. Врачи советуют пройти коронарографию. Первый этап – это поход к кардиологу или терапевту в поликлинику. Выслушав жалобы на боли в сердце, они перенаправят пациента на врачебную комиссию. Туда надо будет явиться с созданными анализами. Это общий анализ крови, это биохимический анализ крови, это общий анализ мочи, ЭКГ, это стресс ЭХКС, так, это кровь на сифилис, на ВИЧ. Врачебная комиссия обычно работает по понедельникам. Она выдает направление пациентам на каронографию. В областной клинической больнице за два года уже провели около 10 тысяч операций. А это, прежде всего, спасенные жизни людей. Эдуард Истомин, Артем Петров, Юрий Давыдов. Вести Ульяновск. Вести Ульяновск на телеканале «Россия». Мы продолжаем. Синьбирская епархия и больница имени святого апостола Андрея Первозванного начали реализацию благотворительного проекта «Спасибо, мама». Это акция с глубоким смыслом. Сегодня в нашей стране далеко не самая благоприятная демографическая ситуация. Совершается огромное количество абортов, уменьшается рождаемость. Решить эту проблему пытаются на разных уровнях государственной власти. Не остается в стороне и церковь. Самая обычная комната в Ульяновской городской клинической больнице святого апостола Андрея Первозванного заметно преобразилась. Здесь появились иконы, тексты молитв и записочки для поминовения. Теперь сюда могут прийти и помолиться те, кому так нужна помощь и поддержка. Женщины, ожидающие рождения малыша. Освящение молитвенной комнаты совершил настоятель храма в честь святого апостола Андрея Первозванного Иерей Роман Солодко. Надеемся, что здесь смогут найти определенное утешение те, кто приходит помолиться о здоровье своих чад, может быть, еще нерожденных, но уже живущих во чреве матери. Настоятель Андреевского храма наградил благодарственными письмами помощников в деле устроения молитвенной комнаты. Затем в актовом зале больницы был дан старт благотворительной акции «Спасибо, мама». По словам отца Романа, каждой женщине, которая узнает о своей беременности, будет передан подарочный пакет, в котором находятся детские вещи, иконы Пресвятой Богородицы, помощницы в родах и распечатанные листовки с информацией о мерах поддержки храма и благотворительного фонда «Доброе дело». Если у женщины все хорошо, то она просто с благодарностью примет этот подарок. Если же у нее есть какие-то страхи и сомнения по поводу беременности, и она выбирает между рождением малыша и абортом, возможно, детские вещи напомнят ей о радости материнства, а информация о мерах поддержки окажется полезной. И вот уже это некоторый контакт, что человек дает обратную связь, и в случае, если ему нужна какая-то дополнительная просьба, о чем написано в нашем поздравлении, то он может обратиться сразу с тем, что ему необходимо. Суть этого проекта – это некая такая новая политика в отношении работы с будущими мамами, направленная на сохранение еще нерожденных жизней, на профилактику аборта. Действительно, это замечательный проект, это замечательная возможность женщине, которая носит под сердцем зарождающуюся жизнь, уже начать ощущать поддержку, прикоснуться уже к счастью материнства. И действительно, понять, что стать матерью – это не образно, это счастье. Настоятель Андреевского храма Иерей Роман Солодко и главный врач больницы имени святого апостола Андрея первозванного Александра Верушкина подписали соглашение о сотрудничестве. Первые пакеты с иконами и вещами для новорожденных были вручены беременным врачам больницы и тем женщинам, которые сегодня впервые узнали о беременности. Наталья Петровна, от всей души поздравляю вас с долгожданной первой беременностью. Желаем, чтобы белесть протекала хорошо, малыш родился здоровым, крепким и радовал вас всю жизнь. Вас подарок от нас, маленький. Спасибо огромное. Елена Тимунина, Вести, Ульяновск. Поехали. 62 года прошло с того момента, как мир потрясло известие «Человек в космосе». 12 апреля 1961 года стало известно имя этого человека – Юрий Гагарин. И теперь в этот день вся планета отмечает День космонавтики, а в России празднуют всю неделю. В Ульяновске по 16 апреля каждый ребенок от трех лет, а также взрослый, может пройти начальную подготовку космического пилота и расширить горизонты познания в космоспорте. Эта интерактивная образовательно-тренировочная площадка получила статус «Лучший социальный проект региона 2022 года». Ученики 32-й школы проводят каникулы весело и с пользой. Ребята проходят квест в космоспорте. Самое излюбленное у ребят по наблюдениям организаторов проекта – тренажеры. Гироскоп тренирует вестибулярный аппарат. Больше всего посетил год. Когда крутит, незабываемое ощущение, как будто в гравитации. Очень понравилось. Так крутило, что будто почувствую, что я в космосе по-настоящему. А это флаймоушен. Он имитирует истребитель. Тренажер подходит как детям, так и взрослым. Здесь воссоздана кабина пилота, откуда человек управляет виртуальным самолетом. Кабина может вращаться на 180 градусов и на 360. Все зависит от пилота. Рядом VR-дельтаплан. Там ребенок ложится на специальную сидушку. Мы надеваем VR-очки, то есть полное погружение в реальность, в другую реальность. И ребенок будто бы реально парит над небом, над горами. То есть у нас там есть разные локации. Можно узнать, как чувствует себя космонавт в скафандре, пройдя коридор калустрофобия. Кроме тренажеров, ребят ждала черная дыра. Познавательный экскурс в историю авиации – азотное шоу. С помощью него школьникам наглядно продемонстрировали, что такое космический холод. Азот имеет несколько агрегатных состояний. Одно из них – жидкое. Жидким он становится при температуре минус 196 градусов. Это очень холодно. Давайте подумаем о том, что зимой у нас минус 30, а азот целых 196. Минус. Это очень-очень холодно. В ближайшее время в космопорте откроется новое шоу «Катушка Теслы». В конце апреля Центр молодежного инновационного творчества «Открытие» в составе делегации Ульяновской области представит этот проект на Международном фестивале научно-технического творчества «Отвинта». У школьников сейчас весенние каникулы, а значит, детей на дорогах больше. Поэтому сотрудники госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о правилах безопасности. Водителям необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а также сбавлять скорость перед пешеходными переходами и не разговаривать по телефону за рулем. Все водители должны быть еще более внимательны, осторожны и всегда следить за скоростным режимом, потому что по дороге всегда будут сидеть. А пешеходам автоинспекторы и их юные помощники напомнили о необходимости переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, не забывать смотреть по сторонам, не отвлекаться на гаджеты, убрать наушники, снять капюшон и убедиться в том, что все автомобили остановились и водители пропускают пешеходов. Профилактическая акция «Внимание! Каникулы» прошла на оживленных участках городских дорог. А ученик Мариинской гимназии стал призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Финал интеллектуальной битвы проходил в Ульяновском государственном педагогическом университете. 290 школьников из 78 регионов страны боролись за победу. Через какие испытания им пришлось пройти? Расскажем в следующем сюжете. Они прошли три тура испытаний, решали тесты по экономике, праву, философии и даже культурологии, давали экспертные оценки научным статьям и выступали перед широкой публикой. Сегодня все это позади. Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию завершилась. Канцы в России и Игорье! Встреча с турнировой государственной страны! Теперь один за другим. Они выходят на сцену, чтобы забрать награду. В интеллектуальной битве сражались 290 школьников из 78 регионов страны. Но абсолютным победителем стала ученица из Санкт-Петербурга. Сейчас мне трудно описать свои эмоции, но я очень рада и я очень благодарна себе из прошлого за то, что я много работала и всем своим, конечно же, учителям, педагогам, потому что именно их огромный труд и огромные вложения сделали возможную эту победу. В числе лучших школьников страны и ученик в Мариинской гимназии Ульяновской Рафаэль Орлов к призовому месту на Олимпиаде шел целенаправленно и давно, седьмого класса. А сегодня он уже выпускник. Всем тем, кто, скажем, только встает на Олимпиадный путь, либо уже не первый год занимается этим, я пожелаю, во-первых, верить в себя, искренне любить это дело и стремиться мотивировать себя на будущие успехи. Тогда все получится. 24 победителя и 112 призеров. Теперь все они смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов. Марина Тимофеева, Вести, Ульяновск. Подсадная утка сегодня в регионе востребована как никогда. Именно с ней открылся весенний сезон охоты на водоплавающих в Ульяновской области. Как ловят на такую приманку, по каким критериям для посадки выбирается птица в материале Эллы Шаховой. Это Глаша. Она манная или подсадная утка. Водоплавающих, как она, содержат дома весь год до начала сезона охотники, которые особенно любят такой способ ловли дикой птицы. Прежде чем выпустить подсадную в водоем, к ее ноге пристегивают груз на веревке, чтобы пернатая не улетела. У такой утки должен быть особый талант. Главное, чтобы голос всегда подавал голос, то есть манила. Ну и все, если будет она молчать, смысл. Идет жесткий отбор у них тоже. А как определяют гусеного утенка? Как утенка? Селезень, он разноцветный. Нет, горластый, не горластый. А, ну это только пока же здесь охота. Охота. Вот она сейчас накупалась, вызрела, и все, она к работе готова. Недели за полторы до начала сезона охотник строит для себя скрадок, чтобы пернатые к нему привыкли и не считали угрозой. Оборудуют его из подручных материалов в виде шалаша или невысокого квадратного забора, обвешанного сухой травой или лапником. Самое главное, чтобы подобное строение скрывало охотника от посторонних глаз и было неподвижным. Дальше в дело вступает подсадная утка, в данном случае Глаша. Сажают ее, она начинает крякать, кричать и посманивать к себе селезней. И производится охота. Ну, в дополнение к этому ее крику, зову, и что бывает, манками работают. Весенняя охота осуществляется исключительно на селезней. Уток весной бить нельзя, стреляют только самцов. Вообще, правило «не губить самок» является самым важным ограничением любой весенней охоты по Перу. В Левобережье области с 8 апреля началась охота на водоплавающих с чучелами и манком. Правобережье стартует с 15 числа. Срок охоты 10 дней. И только с одной уткой у нас на месяц. С 1 апреля по 30 апреля. На все остальные виды? Строго 10 дней. Скоро можно будет добывать боровую дичь – глухаря, тетерева, вальчнипа. А Глаша заманивать селезней будет еще не один сезон. Она молода. Но в целом ее ждет почетная старость на полном пансионе у хозяина. Оказаться в супе ей не грозит, обещает Сергей Осташкин. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновска, из Сенгелеевского района. Ульяновские ветераны органов внутренних дел встретились на турнире по стрельбе и шахматам. Соревнования прошли в преддверии Дня ветеранов ОВД и внутренних войск. Больше 15 лет в начале апреля. Они собираются, чтобы выбрать сильнейших в меткости рук и ума. В этом году соревновались почти 100 человек. Участникам предстояло поразить мишень 10 патронами с расстояния 15 метров. По стрельбе они выполняют упражнения, если так сказать, номер один спортивные. Выполняют три пробных выстрела и 10 зачетных. У нас присутствуют даже сотрудники пенсионера ОМОН, РОВД Цельнинского. Сегодня есть даже Засиярская РОВД, Заворская. Сотрудники ОВД. Ну, больше 10 команд участвуют. Наталья Бойко, подполковник полиции в отставке, ушла на пенсию 15 лет назад, но до сих пор не теряет связи с коллегами по службе. Подчеркивает, такие встречи объединяют бывших сотрудников. Хотя, как говорится, бывших полицейских не бывает. Я на самом деле пришла сюда, чтобы попробовать свои силы, увидеть своих прекрасных товарищей, бывших руководителей, обменяться какими-то новостями, обсудить какие-то важные проблемы, которые у нас уже есть у ветеранов. Это прекрасное соревнование и прекрасное действие, которое, в общем-то, объединяет нас. Первое место в соревнованиях по стрельбе и шахматам заняли ветераны сборной команды аппарата регионального ОМВД. Второе место в турнире по стрельбе досталось ветеранам Заволжского района областного центра, а третье – команде ветеранов отряда милиции особого назначения. В шахматах второе место завоевали бывшие сотрудники ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска, а третье место увезли с собой гости из Барышского района. И о погоде, какой она будет сегодня, об этом вы узнаете из информации синоптиков Ульяновского гидрометцентра. Я же благодарю вас за внимание. До встречи вечером. В год 80-летия Сталинградской победы Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная кампания Администрация Волгоградской области объявляют о проведении 11-го международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь». Сотни гостей и участников из России и стран ближнего и дальнего зарубежья встретятся в городе-герое Волгограде с 14 по 17 мая 2023 года. Историческая правда и память поколений. Подробная информация на сайте волгограднефистрв.ру В разделе «Фестивали». Сегодня в Ульяновской области ожидается небольшая облачность без осадков. Атмосферное давление будет падать. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области от 15 до 20, в Ульяновске 17-19 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова